В областном конкурсе среди журналистов «Достойный труд. Безопасный труд» определили победителей в нескольких номинациях. В номинации «Лучший авторский сюжет среди областных, районных и городских телерадиокомпаний» высокой оценки жюри удостоена наша коллега Вероника Яковец за освещением мониторинговых мероприятий студенческих отрядов во время строительства детского сада в Жабинке. Наша съемочная группа также хотела приобщиться к строительству данного объекта. Но, к сожалению, сделать мы этого не можем, так как у нас нет специального допуска на выполнение работ. Стройка – зона повышенной опасности и правила техники безопасности обязательны для всех. Среди печатных СМИ награду удостоен редактор областной газеты «Заря» Евгений Литвинович. Журналист подчеркивает, что наряду с мероприятиями, которые проводят государства и наниматели, каждый работник также должен следовать установленным правилам безопасности. Из 20 смертельных случаев 67% произошли по вине самого пострадавшего или погибшего. Мы должны заботиться о себе. И с каждой публикацией, с каждым сюжетом, с каждым новым роликом мы пытаемся раз за разом донести эту нехитрую истину, но которая стоит очень дорого. То, о чем мы говорим. Самое главное – это сохранить жизнь и здоровье человека. Наградили журналистов и специальными дипломами Брестского областного управления департамента Государственной инспекции труда. Победителей также определили и в областном конкурсе по созданию лучшего видеоролика и лучшего плаката среди первичных организаций профсоюзов, посвященных технике безопасности на производстве. Инженер по охране труда одного из предприятий Ивановского района Игорь Пашко также в числе победителей. Это в первую очередь дисциплина на производстве и соблюдение техники безопасности с оборудованием. Пересматриваем инструкции, там бывает вводится новое оборудование, разрабатываем новые инструкции. Проводятся дни охраны труда для выявления нарушений законодательства по охране труда. Для эффективности мероприятия по технике безопасности и охране труда проводятся комплексно. Цель одна – сохранить жизнь и здоровье человека. Основные результаты дают наши проверки и мониторинги соблюдения законодательства по охране труда на предприятиях и организациях области, естественно. А это как наглядная агитация среди работников. Мы это делаем для того, чтобы пропагандировать среди работников соблюдение требований охраны труда, чтобы уменьшить травматизм производства. Во время мероприятия прошла и пресс-конференция по вопросам безопасности на производстве. За 9 месяцев текущего года технические инспекторы провели свыше 700 мониторингов, установили более 6500 нарушений, приостановили работу 164 единиц оборудования. Также отмечено, что благодаря проводимым мероприятиям наблюдается тенденция к снижению травматизма на рабочих местах. Продолжение следует...